Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами претерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 15 стих первой главы Евангелия от Марка. После крещения и после искушения в пустыне Христос выходит на проповедь. Иоанн Креститель арестован, и Христос подхватывает тот факел, который выпадает из рук Иоанна Крестителя и продолжает его проповедь. Он проповедует Евангелие, Царство Божие, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В данном случае речь идет не о какой-то конкретной ситуации, конкретном моменте времени, когда Христос произносит именно определенные слова, но Евангелист до нас доносит именно общий мотив, лейтмотив проповеди Христа. И поэтому очень важно услышать каждое слово так, чтобы мы могли напитаться этими словами, как люди питаются хлебом или вином. Для того, чтобы каждое слово обрело свои соки, свою силу, свое звучание. Потому что, к сожалению, именно эти слова очень часто покрываются какими-то поверхностными рассуждениями, и они перестают нас трогать, мы перестаем их замечать. Между тем, Евангелист Марк очень точно передает суть той новизны, с которой Христос выходит на проповедь. Евангелист Матфей, наоборот, склонен подчеркнуть преемство, которое существует между Иоанном Крестителем, между Христом и между апостолами, которые затем тоже выходят с миссией, выходят на проповедь. Действительно, Иисус продолжает то, что проповедовал Иоанн Креститель, но у него есть свои оттенки. Прежде всего, в проповеди Христа Царство Божие предстает как Царство, где наступает прощение, где отпускаются грехи, где люди способны простить друг другу, и это прощение происходит не только между людьми, но и между Богом и народом. И поэтому этот оттенок очень важен. Его нужно всегда иметь в виду, потому что об этом не говорили ни фарисеи, ни Иоанн Креститель, ни кумраниты, ессеи, которые по-своему готовились к пришествию Царства Божия. Царство Божие наступает в тот момент, когда наступает прощение. Именно поэтому в прощенное воскресенье, когда мы друг другу прощаем обиды, перестаем помнить то, что нас огорчало вчера, в этот момент наступает Пасха. Итак, прежде всего, что означает «время исполнилось»? Это очень точный перевод, потому что греческое слово «кайрос» означает не просто какой-то срок, который истекает, и наступает момент, когда должно что-то произойти. Это именно момент полноты. Это какой-то уникальный момент времени, совершенно неповторимый, который все ждут. Это момент времени, который наполнен смыслом. И очень важно представить себе образ урожая. «Кайрос» — это именно момент, когда поспевает урожай. Вчера еще было рано, еще плоды были несозревшие, завтра будет уже поздно. Но вот именно сегодня тот самый долгожданный, неповторимый и уникальный момент. Может быть, еще более яркой иллюстрацией, что означает «время исполнилось» наступил «кайрос». Это, конечно, образ рождающей женщины. В тот момент, когда рождается ребенок, это и есть тот «кайрос», тот момент, когда человек должен прийти в мир. Уникальный момент полноты, смысла. И именно это звучание имеет слово в Евангелии. Не просто истек срок, но время исполнилось. Точно так же, как Иоанн Креститель ожидает от Христа исполнения правды. Христос ему говорит, именно так надлежит исполнить всякую правду. В момент полноты настали последние времена. В момент урожая. Что касается царства, в Евангелии это слово очень часто имеет временные характеристики, как здесь наступил момент, и поэтому какой-то исторический момент Господь воцарился. И одновременно царство имеет и свои пространственные характеристики. Царство – это тоже некое место. И поэтому это слово, в греческом языке это слово «базилея», иногда переводят как «царство», иногда как слово «царствие», со своими оттенками. И здесь очень часто слово «царствие» сопровождается прилагательным «небесное». И в данном случае это абсолютно синоним словосочетанию «царство Божие». Очень важно, что царство Божие – это не просто нечто, не некий новый политический режим или новая историческая эпоха, но это не кто. Царство Божие – как некая личность, которая стоит у порога и входит в твой дом. И когда говорится «царствие небесное», то здесь, конечно, мы прекрасно узнаем иудейский обычай не употреблять слово «бог» лишний раз и заменять его какими-то синонимами, например, словом «небеса». Небеса, если небесам будет угодно, понятно, что речь идет о Боге. И поэтому царство Божие, царство небесное – это то же самое. Опять же, мы привыкли к тому, что царство небесное очень часто сопровождает усопших, и у нас сразу возникает образ какой-то потусторонней жизни, загробной жизни, ничего подобного. Это именно то, что происходит здесь и сейчас, может быть, невидимым образом, но Бог воцаряется в твоей жизни. И, может быть, самое необычное – это, конечно, слово «приблизилось», оно стоит на пороге, оно уже близко. И, к сожалению, очень часто слова Христа толкуют таким образом, что Царство Божие уже наступило, оно уже вступило в свои права, и, дескать, и в этом и состоит благая весть. Господь воцарился, и это и есть Евангелие, благая весть о том, что Господь уже царствует. Но гораздо важнее и ярче именно этот момент какой-то незавершенности, оно приблизилось, оно уже на пороге, оно вот-вот уже войдет в свои права, но мы еще не находимся в тот момент, когда оно уже свершилось. И, если честно, то мне это ближе ложится на сердце и наполняет радостью, потому что, когда наши современники говорят, ну вот, вы проповедуете Царство, уже наступило, но посмотрите на мир, который окружает вас, сколько зла, сколько ненависти, злобы, и вы все это называете Царством Божиим, это и есть то Царство, которое вы ждали, и которое вы проповедуете, тогда спасибо, мы предпочитаем быть людьми неверующими и с этим не иметь ничего общего, как с никакой другой властью, которая царствует в этом мире. Поэтому очень важен этот оттенок Царства, приблизилось, оно уже на пороге, это реальность, которую мы видим вокруг нас, но гораздо важнее, что это будет не что-то внешнее, например, какое-то царство благоденствия, вот такой, какой-то идеальный коммунизм, пусть какой-то коммунизм 20 века, может быть, был неудачным экспериментом, в другой раз получится лучше, давайте опять будем пробовать, но здесь речь идет о другом, о какой-то внутренней реальности, и это гораздо интереснее, и это более важно. И тогда точно не нужно биться, как будто лбом о стену, потому что то, что Царство приблизилось, это как дыхание весны, оно еще не наступило, но вы уже видите, что расцвела смоковница, или расцвела сакура, или расцвели яблони, оно уже близко. И гораздо важнее, может быть, не какая-то внешняя справедливость, которую мы ждем, какое-то всеобщее благоденствие, но гораздо важнее та перемена, которая происходит в вашем сердце. И вот здесь как раз возникает самое трудное для нашего понимания, что такое покаяние. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Очень часто слово покаяние понимается именно так, как оно переводится латинским словом пенитенция. Пенитенциарные учреждения, мы прекрасно знаем, о чем идет речь, поэтому нужно принести какое-то покаяние, в чем-то раскаяться, признать свою вину, и в этом и состоит подготовка к Царству Божию. Но в действительности греческое слово метануя означает нечто принципиально другое. Другой синоним, который очень часто употребляют, это слово обращение. Ну вот обращение в веру или религиозное обращение. Те, кто из вас заинтересуется, может открыть философскую энциклопедию и посмотреть статью обращения. Некая конверсия, точно так же, как и свободно конвертируемая валюта, мы можем ее обменивать в зависимости от страны, в которой мы находимся, или предприятия военно-промышленного комплекса тоже подлежат конверсии. В 90-е годы они начинали изготовлять макароны или какие-то другие продукты массового потребления, и это была та самая конверсия. Итак, вот это слово обращение, конверсия, покаяние, метануя, это все какие-то близкие синонимы, которые нам помогают понять, о чем идет речь. В Новом Завете есть еще другое слово, по-гречески оно звучит иначе, и оно более точно означает жест, когда мы поворачиваемся в каком-то другом направлении. И этот переворот, когда мы поворачиваемся в другую сторону, конечно, может быть применен и в религиозной сфере. Мы оборачиваемся к другому богу, мы меняем адрес прописки, свою религиозную идентичность, и вот есть еще такой возможный поворот, когда происходит какая-то перемена. Но слово метануя не означает ни первое, ни второе, ни третье. Оно означает какую-то радикальную перемену, которая прежде всего происходит изнутри. Не просто внешне что-то изменилось, поменяли одежду, поменяли внешний облик, привычки, обычаи, внешнее поведение. Нет, должна произойти какая-то внутренняя, глубинная перемена. И это то, что всегда бывает самым трудным. Измениться в своих первоистоках, в самых сокровенных источниках, в сокровенных мотивах наших мыслей, наших поступков. Это самое трудное. И по-настоящему всегда возникает вопрос, если вы действительно человек искренний и честный, вы верите в то, что человек может по-настоящему перемениться, что такая метаморфоза, такая метануя возможно? Очень часто этот вопрос возникает, когда люди приходят на исповедь и говорят, я каюсь в одних и тех же грехах, и ничего с собой не могу поделать. Некоторые духовники искренне отвечают на этот вопрос. Да, мы действительно не можем ничего поделать со своими пороками, но мы должны научиться жить с ними для того, чтобы причинять меньше боли и меньше вреда окружающим нас людям. Мне всегда казалось это очень элегантным, честным и красивым, но все-таки в этом не хватает глубины веры. Представить себе, что Христос просит нас просто изменить внешние какие-то обличия, прекрасно понимая, что в глубине никакой подлинной метаморфозы произойти не может, что человек не может изменить свое сердце, и что это просто химера. Мне трудно поверить в то, что Христос просит нас об этом, если бы это было химера. Значит, он сам верит в то, что это возможно. И поэтому здесь очень важно вслушаться в каждое слово. Если мы понимаем покаяние как некую пенитенцию, некое раскаяние, все становится на свои места. И здесь голос Иоанна Крестителя звучит очень убедительно. Он действительно предупреждает. Настал момент поторопиться, поспешите, проснитесь. Прозвучал последний звонок, и это вам последнее предупреждение. Если вы сейчас не покаетесь, через мгновение будет поздно. Больше нет времени на то, чтобы припираться, рассуждать. Наступает последний момент. Некая угроза приблизилась настолько, что уже не остается времени. Судья стоит на пороге, в его руках орудие суда, орудие пыток. И пусть эта тень надвигающегося судьи окончательно встряхнет вашу совесть, потому что времени не остается. Вот такое пенитенциарное прочтение Царства Божия. Но совсем другое дело, когда Царство Божие приближается, как наступает весна, и вы узнаете о его приближении, потому что в вашем сердце что-то пробуждается, что-то начинает жить другой жизнью. И прежде всего пробуждается доверие, способность верить, способность принять добрую весть. Конечно, это очень похоже на людей, которые переживают влюбленность. Влюбленность – это может быть уникальный момент в психологической жизни человека, когда по-настоящему возможна метаморфоза. Даже самые скупые люди вдруг могут стать благодаря этому щедрыми и совсем не узнают самих себя. И действительно это очень похоже. Вот это пробуждение сердца, когда пробуждается прежде всего доверие, добрая воля. И все происходит совершенно иначе. Эта перемена происходит уже не как подготовка к Царствию Божию, более или менее негативная, принудительная. Отбросить все, чтобы не оказалось потом нам страшно и стыдно. Но услышать это как некий результат. Царство Божие приблизилось, и его плод, его дыхание состоит в том, что ваше сердце обновляется. У вас появляется как будто новое сердце. И, конечно, здесь нам на помощь приходят ветхозаветные пророки. Знаменитый образ, когда Господь говорит о том, что Он Сам готов за нас выполнить эту работу покаяния. И Он это изображает как некую операцию на сердце. Я дам вам новое сердце. Сердце из плоти. Сердце, способное быть верными. Оказывать доверие Богу. Живое сердце. Своё сердце. Только впустите меня в вашу жизнь. И здесь мы видим, какой колоссальный переворот, революция по сравнению с ветхозаветным и ужасным страхом Божиим, суеверной боязнью, которая живет в глубине нашего сердца. Потому что в глубине сердца каждого из нас живет какой-то суеверный страх, архаическая боязнь Бога, которая иногда выходит на поверхности. Но здесь речь идет о совершенно другом. Для того, чтобы произошла перемена, нужно доверительное сердце. Как это происходит в жизни? Наверняка вы встречались в жизни с людьми, которые страдают какими-то болезненными привязанностями, аддиктивностью. Например, компульсивной страстью курения. Человек не может обойтись без табака. И никакие известные человеческие средства, психология, психоанализ оказываются бессильными. Но вдруг в результате какой-то молитвы, может быть, это была молитва в группе, человек чувствует, что у него больше нет никакого позыва даже прикоснуться, даже услышать запах табака. Как будто все это исчезло и было совсем не с ним. И такие примеры духовных исцелений, которые действительно становятся знаком того, что в глубине нас изменилось сердце. И это покаяние, это не просто раскаяние, но именно новое сердце, мы встречаем и в нашей жизни. Существует замечательная пословица. Неизвестно кто что открывает. Порыв ветра раскрывает дверь. Или дверь открывает путь, проход для дуновения ветра. И то, и другое. Доверять и верить это означает приоткрыть дверь своего сердца. Точно так же, как для того, чтобы разрушить плотину, достаточно проделать отверстие величиной с иглу. Остальное все сделает вода. Точно так же и достаточно едва приоткрыть свое сердце, довериться этой новой благой вести. Единственной вести, которая по-настоящему является доброй. И той вести, которая всегда является новой. И Святой Дух все сделает до конца своими силами. Поэтому этот образ Царства Божия, который же на пороге, и достаточно лишь только приоткрыть дверь. И мы находимся как раз в этот момент, когда нечто уже совершается, но окончательно еще не стало реальностью нашей жизни. Поэтому возможно любое чудо, возможно любое исцеление. Это те слова надежды, с которыми Христос выходит на проповедь, которые остаются всегда новыми, всегда актуальными и живыми, каждый раз, когда мы слышим его голос в своем сердце. На портале Экзегиатру с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.